Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондроденок, кандидат сельскохозяйственных наук. Сейчас на дворе весна, начинается активное сокодвижение, и это лучшее время, чтобы сделать в саду прививку. Но не прививку от коронавируса, а прививку наших сеянцев, наших деревьев черенком. Ведь это лучшее время для того, чтобы получить свое собственное, выращенное своими руками деревце или деревце-сад, на котором на одном будет сразу несколько любимых ваших сортов. Кстати, это очень хорошая идея, лайфхак, как, имея небольшой участок, получить целый сад из разнообразных сортов яблок либо груш, совместить их на одном деревце. Для начала нам нужен объект, кого мы будем прививать либо перепрививать. Следующий момент. Растение должно начать сокодвижение. Что это значит? Это значит, что корни у него проснулись. От корней вверх пошел ток воды с растворенными питательными веществами. Набухают почки. Именно в этот момент черенки хорошо принимаются, приживаются, дерево, так сказать, активизируется. Если сокодвижение началось, значит можем делать прививку. Третий момент. Это прививочный или черенковый материал. Для прививки мы должны иметь то, что мы будем прививать. Черенки выбранных нами сортов. Черенком может служить не каждая веточка, а хорошо вызревший побег прошлого года, прошлогодний прирост, а древесневший с заложенной верхушечной почкой, без признаков болезней, повреждений различными насекомыми или травм, с хорошо развитыми живыми почками. На всякий случай, получив, например, черенок по почте, убеждаемся, что он жив-здоров. Делаем срез и смотрим. У здорового черенка срез будет светло-светло-зеленый. Никаких потемнений, почернений, либо сухого матового среза, сухого именно, со сморщенной корой, быть не должно. Если же это все-таки произошло, то черенок такой можно попробовать реанимировать. Подрезав нижний край, оставить его на ночь в емкости с водой. Воды нужно немного, буквально пару сантиметров на дно. Если у черенка есть потенциал, он, напитавшись водой, восстановится и сможет приняться. Ну и наконец, нам нужны инструменты. Для проведения прививки нам обязательно понадобятся чистый, хорошо заточенный секатор и специальные прививочные ножики. Их отличие в том, что у них одна сторона абсолютно плоская, затачивается только вторая. Они очень тонкие и очень острые. Ну и наконец, когда вы уже это все подобрали, доходим до перевязочного материала. Это могут быть полиэтиленовые ленточки, это может быть изолента, любой пластиковый материал, который способен хоть немножко тянуться и не сильно рваться и способный хорошо удерживаться на растении. Ну и конечно, нам понадобится садовый вар. Когда у вас все это есть под рукой, вы можете приступать непосредственно к операции по пересадке черенка от одного растения к другому. Но я бы вам не советовала браться сразу за сортовой черенок, чтобы его не испортить. Дело в том, что срез черенка нужно делать одним движением или двумя, если вы его затачиваете на клинышек, допустим, при прививке в расщеп. Поэтому я всегда советую и начинающим садоводам, и опытным садоводам, прежде чем брать в руки и затачивать, заострять сортовой черенок, немножко потренироваться на других растениях. Срезать несколько веточек ивы или сирени и отработать вот это движение. Таким образом вы не попортите черенки, хороших сортовых растений, яблони, либо груши. Итак, у нас есть острый прививочный ножик, у нас есть черенок, и мы тренируемся. Многие делают срез на себя. При этом помним, наше запястье обязательно должно быть закрыто либо длинным рукавом, либо обвязкой, допустим, широкой толстой лентой, лотком для предотвращения различных травм. Раз движение, два движения. Здесь мы подготовили черенок для прививки в расщеп или в боковой зарез, клинышком. Когда мы делаем прививку за кору, делается один срез. В таком случае мы, сделав срез, слегка отодвигаем кору и вставляем этот черенок. Кстати, как нужно делать срез? На каждом череночке, как вы знаете, есть почки. Вот они хорошо видны. На черенке для прививки должно быть приблизительно 2-3 почечки. И свои срезы мы должны располагать так, чтобы не затрагивать нижнюю почку, чтобы она оставалась небольшим кусочком коры под ней. Сделав хороший срез, мы отрезаем верхнюю часть черенка, получив собственно череночек для прививки, который и вставим. А сейчас непосредственно приступим к прививке. Срезаем верхнюю часть стволика яблоньки-дички. Если у вас остались заусеницы, подчищаем их. Мы будем делать прививку в расчет. Здесь у нас, обратите внимание, древесина имеет выраженный салатовый цвет, то есть сокодвижение уже началось. Подвой здесь шире, чем наш привой, чем наши черенки. Вот мы сейчас выберем хорошенький череночек. Есть такой сорт, называется мечта. Поскольку у нас толщина подвоя и толщина привоя черенка отличается, оптимальным вариантом здесь будет прививка в расщеп. Делаем расщеп. Можно пользоваться и деревянной кияночкой. Аккуратненько, слегка постукивая по спинке ножа. Расщепляем на несколько сантиметров стволик. Подвоем. После чего готовим черенок для прививки. Вот хорошо развитая почка, она у нас будет нижней. И располагаем срез чуть ниже ее. Раз. Срез должен быть клиновидным, как клинышек. Вот видите, раз, два. Здесь можем немножко скосить. Отсчитываем 3 почки. Раз, два, три. И делаем срез над верхней. Срез делаем слегка наискосок. Теперь аккуратненько вставляем черенок в расщеп на подвое. Мы должны совместить кору череночка с корой подвое. В таком случае они прекрасно срастутся и пойдут в рост. Обратите внимание, немножко вот это вот среза на черенке должно оказаться чуть выше среза на подвое. Такие окошечки. Так, мы совместили кору подвое и привое. Немножко подчищаем стволик, чтобы нам ничего не мешало делать обвязочку. Все сучочки, все веточки убираем, потому что они будут рвать ленту обвязочную. Вот так. И приступаем к обвязке. Начинаем обвязку снизу. Вот такими движениями с небольшим натяжением тщательно обматываем стволик. Есть специальные пленки для прививки. Они отличаются хорошей эластичностью, растяжимостью и они разрушаются со временем. То есть к следующему сезону она может рассыпаться. Но я предпочитаю более долговечные обвязки. Ту же самую изоленту, которая держится на дереве несколько лет, удерживая черенок на заданном месте. Иногда срастание бывает не очень прочным в первый год. И сняв обвязку, потом черенок очень легко выломать, допустим, при уходе, при обрезке. И бывает тогда очень обидно, если вы привили, он прижился, а неловкое движение, и мы выбили черенок из места прививки. Поэтому я предпочитаю долговечные пленки. Я предпочитаю изоленту, которую можно реально хорошо тянуть, сжать и закрепить черенок на подвое. После того, как мы обвязали, приступаем к следующей операции. Это замазка. Для замазки хорошо использовать садовый вар. У меня уже ветеран, не одну прививку переживший. Садовый вар тщательно втираем в ранку, чтобы не осталось никаких щелей. И обязательно шапочку на верхний срез. Это препятствует и потере влаги от испарения, и самое главное, оно препятствует попаданию туда различных болезней. Для того, чтобы не выломать ненароком, нечаянно привитый черенок, многие садоводы используют такой прием. Взяв гибкую веточку, какого-нибудь, допустим, лозы, делают вот такую дужечку, помещают над прививкой и закрепляют еще одной обвязкой. Это делается для того, чтобы защитить от нечаянной поломки, либо защитить от птиц, которые могут сесть, извините, даже своим воробьиным весом, выломать эту веточку, привитую из места прививки. Пожелаем процветания этому новому саженцу. А с вами была Юлия Кондратенок. Спасибо за ваши лайки, спасибо за ваши просмотры и до новых встреч на нашем канале. Я надеюсь, что сады у вас будут всегда с урожаем.